Представители некоммерческого сектора и общественных объединений, а также руководители муниципальных учреждений Углического района познакомились с губернаторским конкурсом Ярославский резерв. Заместитель председателя общественной палаты Ярославской области и член наблюдательного совета конкурса Ярославский резерв Елена Исаева рассказала о возможностях конкурсного состязания, его целях и задачах. В любых случаях конкурс первый, такой, он уникальный, и важно уловить тот момент, что сейчас то время, да, то есть время пришло для того, чтобы вот эту возможность использовать и в этот конкурс включиться. Очень важно, чтобы у Ярославской области появился Ярославский резерв и в сфере культуры, в сфере образования, в сфере работы некоммерческих организаций, и поэтому очень важно, что исполняющий обязанности губернатора действительно обратил внимание на кадровую политику, и я думаю, что вот этот список, он будет полезен не только органам власти, потому что те, кто победят, это будут публичные фигуры, и кому-то будет открыта дорога в бизнес, кому-то будет открыта дорога в ту сферу и на следующую ступеньку, в той сфере, в которой он работает сейчас. Елена Исаева участница различных конкурсов и создателя многих проектов. Победитель общероссийского конкурса «Лидеры России» в номинации «Политика». Прошла все этапы конкурсных мероприятий, знает правила подобных проектов и делится полезными советами. Очень важно сделать шажок, сделать усилия над собой, потому что мы с вами живем каждый день, и у нас, как у общественников, ну, куча дел, да, то есть каждый день, мероприятия, плюс основная работа, никуда от этого тоже не денешься. Но вот когда возникает момент, да, который вот сейчас есть для того, чтобы включиться в этот конкурс, я думаю, что усилия над собой первое действительно нужно сделать. Вот здесь вот самый интересный и важный момент, что оценивать наших ярославских участников будут не ярославские эксперты, а эксперты федеральные, которые будут оценивать по-честному, зная и видя уже то, что конкурсанту показал. Новый кадровый проект, стартовавший 9 марта, создан по инициативе главы региона Михаила Евраева при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Главная цель – выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Участники могут до 28 апреля заполнить личные кабинеты и подать заявку на участие в конкурсе. Но вот сегодня были руки, и поэтому я очень надеюсь, что Углический район будет достойно представлен среди участников конкурса. Победители кадрового конкурса войдут в резерв управленческих кадров Ярославской области и будут участвовать в образовательной программе развития управленческих навыков. Они получат гранты на обучение, а впоследствии смогут устроиться на работу в органах исполнительной и муниципальной власти, в учреждениях и организациях, а также на предприятиях. Для кого-то будет важен резерв, а для кого-то будет важна именно та программа, которая дорогостоящая, которая с участием, опять же, федеральных экспертов будет дана. Потому что не всегда из муниципального образования у человека есть миллион, чтобы оплатить обучение в федеральной структуре. И, на мой взгляд, вот эта вот бесплатная система, да, через конкурс получить то, о чем мечтаешь, на мой взгляд, очень важна. Продолжение следует...